Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 1 июня. Вы смотрите программу День веков хронограф. 1 июня 1745 года крестьянин-раскольник Ерофей Марков в близ озера Шарташ в окрестностях Екатеринбурга обнаружил первое в России рудное золото. Позже это место стало называться Березовским месторождением. Вот как это произошло. Недалеко от Шарташа, в долине реки Березовки, ранним майским утром Ерофей заложил глубокий шурф и взял хорошую добычу самоцветов. Солнце стояло в самом зените и уже сильно, так сказать, припекало. Ерофей решил пообедать. Достал краюху ржаного хлеба, сало, квас и принялся за трапезу. И тут его словно как кто толкнул в бок. Копну-ка я еще раз. Ни с того ни с сего, решил Ерофей, спустился в шурф. Копнул за ступом и вздрогнул. Среди рыжего песка поблескивал кусочек кварца. Заставила вздрогнуть с Ерофея яркая желтая змейка в этом куске кварца. Покопал и еще нашел один такой же камешек. В другой день Ерофей отдал эти кварцы в Екатеринбурге в гранильную мастерскую. Мастер-скупщик взял в руку находку и взгляд его просто застыл. Золото это, Ерофей, богатое золото. Неси его не мне, а в горную канцелярию. Но в тот вечер идти было поздно. На следующее утро Ерофей Марков предъявил чиновникам горной канцелярии два камушка кварца с искрящимися молниями. Этот день вошел в историю официальным открытием первого российского золота. Начали копать в долине реки Березовки и золота оказалось очень-очень много. И в Петербург ускакали гонцы со счастливой вестью. Из Петербурга они вернулись с добрыми новостями. Сейчас в городе Березовском есть музей золота плациновой промышленности. В этом музее есть уникальные экспонаты. Предмет, похожий на фляжку, назывался кубышка. В нем хранилось и перевозилось добытое золото. Отсюда выражение «хранить деньги в кубышке». Это изделие массивное, тяжелое, скованное из толстой меди с хитрым внутренним замком в крышке. На стенках по обеим сторонам кубышки для золота изготовлено шесть гнезд, в которых расплавленным сургучом ставили печати императорского дворца. Седьмая же печать с двуглавым орлом и славянским письмом помещалась на крышке. Все печали имели резной рисунок. Отсюда и пошло выражение «хранить за семью печатями». Урал играл важную роль в истории промышленности России. В 20 веке 1 июня 1933 года приказом Наркома тяжелой промышленности номер 506 было объявлено о вступлении в строй Челябинского тракторного завода. Первой продукцией, сошедшей из конвейера, были гусеничные тракторы С-60, мощностью 60 лошадиных сил, работавшие на особом леграиновом топливе. В 1937 году впервые в России, освоив производство тракторных дизелей, завод перешел на выпуск более экономичных тракторов С-65. В период Второй мировой войны предприятие вынуждено было полностью перейти на военную продукцию и стать крупнейшим в мире танкостроительным производством. На территории завода возник танкоград, на котором силами эвакуированных производств Кировского и Харьковского моторных заводов производились танки Т-34, самоходные установки Су-152, тяжелые танки КБ, ИС-1, ИС-2, ИС-3, ставшие лучшими образцами военной техники того времени. В последующие годы челябинскими тракторостроителями был освоен выпуск мощных и высокопроизводительных тракторов С-80, С-100, Т-100, Н-3, ДЭТ-250. Они завоевали огромную популярность у потребителей. На рубеже 1980-х годов завод был полностью реконструирован. В итоге были созданы условия для производства тракторов нового поколения Т-130, Т-170 и ДЭТ-350 и инженерных машин на их базе. Теперь, кроме выпуска тракторов, стали изготовлять и другие инженерные машины для строительства и коммунального хозяйства, добычи полезных ископаемых и топливно-энергетического комплекса лесной промышленности и других отраслей промышленности. К началу 1960-х годов по положению в экономике СССР стало ясно, что догнать Америку по производству мяса и молока на душу населения не получается. Более того, стал усиливаться дефицит обычных сельскохозяйственных продуктов. Из магазина стали пропадать молоко, мясо, растительное масло, хлеб, крупы. В довершение ко всему, 31 мая 1962 года вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о повышении цен на мясомолочные продукты. Для населения это было совершенно неожиданно. Ведь всех приучали к тому, что жизнь может дорожать где угодно, но только не в СССР. Все ждали победы в экономическом соревновании США, а не повышения цен. Не удивительно, что повышение цен немедленно вызвало в стране острую реакцию. 1 июня 1962 года руководство КГБ СССР докладывало члену президиума ЦК КПСС об отношении населения на повышение цен. В этой информации отмечалось, что решение о повышении цен в стране встретило поддержку среди сельского населения страны. Однако среди жителей городов эта мера вызвала протест. Но острее всего, недовольство жителей проявилось в городе Новочеркасске. Накануне повышения цен, дирекция Новочеркасского электровозостроительного завода имени Буденного объявила о снижении расценок на производимую рабочими продукцию. Это переполнило чашу народного терпения. Ранее мута 1 июня перед началом рабочего дня в 7.30 небольшая группа рабочих формовщиков Сталилитейного цеха Новочеркасского электровозостроительного завода численностью 8-10 человек стала обсуждать повышение цен. На беду рядом оказался заведующий промышленным отделом Ростовского обкома КПСС Бузаев, который стал разъяснять рабочим обращение ЦК КПСС и Совета министров СССР. Стихийно начался митинг. Подходили рабочие с других участков. Часть людей прекратили работу, они собрались в заводском сквере. К этой группе рабочих направился директор завода Курочкин. Выступление Курочкиной следом за разъяснениями политики партии и правительство заведующим отделом обкома партии стало вторым и едва ли не решающим звеном в обострении конфликта. Рабочие пытались выяснить у него вопросы о том, как же им теперь жить без мяса, масла и других продуктов. Директор, не поняв взрывоопасной ситуации, ответил, что раз нет денег на пирожки с мясом, то ешьте сливером. Эти слова и стали той искрой, которая привела к трагедии. Бросили работу рабочие других цехов и стали собираться в сквере у завода. Рабочие стали обвинять директора в плохих условиях труда, в постоянных нарушениях техники безопасности, в низких заработках. Толпа у завода управления быстро росла. Начальство укрылось внутри завода управления, не выходило к рабочим и никаких решительных действий, направленных к установлению порядка, не принимало. Вечером 1 июня была предпринята попытка подавить волнение силой, но рабочие разогнали милицию. Бастующие направили свои отряды к районной газораспределительной станции с целью ее отключения и остановки работы промышленных предприятий. Но внутренние войска взяли ее под охрану и арестовали около 30 зачинщиков беспорядков. Все жизненно важные городские объекты тоже были взяты под охрану войсками. К вечеру 1 июня в Новочеркасск прибыли несколько танков и бронетранспортеров. В результате всего этого произошедшего новочеркасские события стали символом провала сельскохозяйственной политики КПСС. Вы смотрите программу «День веков хронографа». А сейчас мы вам расскажем о событиях и людях, которые оставили яркий свет в истории культуры. 1 июня 1804 года появился на свет родоначальник русской классической музыки Михаил Иванович Глинка. Глинка родился в семье смоленских помещиков в селе Новоспасское. Начальное образование получил дома. Слушая пение крепостных крестьян и звоны колоколов местной церкви, рано проявил тягу к музыке. Увлекался игрой оркестра крепостных музыкантов в имении дяди Афанасия Андреевича Глинки. Музыкальные занятия, игра на скрипке и фортепиано начались довольно поздно и носили любительский характер. Однако музыка оказывала на него столь сильное влияние, что однажды на замечание о рассеянности он заметил. Что же делать? Музыка же душа моя. В 1818-м Глинка поступил в Петербург в благородный пансион при главном педагогическом институте, где учился вместе с младшим братом Пушкина Львом. Тогда же познакомился и с самим поэтом, который хаживал к нам в пансион к брату своему. Гувернером Глинки был поэт, друг Пушкина, будущий декабрист Кехельбеккер, преподававший в пансионе русскую словесность. Параллельно с учебой Глинка брал уроки игры на фортепиано. После окончания пансиона Глинка отправился в Новоспаское, где иногда сам управлял оркестром дяди, играя на скрипке. Тогда же он начал сочинять оркестровую музыку. Но основное место в его творчестве занимали романцы. Среди сочинений той поры это «Бедный певец» на стихи Жуковского, 1826 год, «Не пой красавица при мне» на стихи Пушкина. Один из лучших романцев раннего периода – это «Элегия» на стихи Боротынского, «Не искушай меня без нужды». Весной 1830-го Глинка отправился в длительное заграничное путешествие по Европе, после которого у него зародилась смысл создания национальной русской оперы. Идею оперы «Жизнь за царя», более известной в советское время, как Иван Сусанин, Глинке предложил Жуковский. Премьера этого сочинения в январе 1836 года стала днем рождения русской геройко-патриотической оперы. Спектакль прошел с большим успехом. На нем присутствовала царская семья, а в зале среди многих друзей Глинки был и Пушкин. Вскоре после премьеры Глинка был назначен руководителем придворной певческой капеллы. Еще в 1837 году Глинка вел беседы с Пушкиным о создании оперы на сюжет Руслана и Людмилы. Затем началась работа на сочинение, премьера которого состоялась в конце 1842 года в Петербурге. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА